всем привет добро пожаловать на канал с вами как всегда алена и сегодня у нас очередной выпуск ангар тв и в этом выпуске мы смотрим впервые ваши реплеи и сегодня у нас реплей от игрока под ником юнос на аймикс 1390 но здесь уверенная серединка списка в топе девятка с восьмерками карта тундра верхний респ и так я уже знаю куда он поедет потому как это далее он поедет на гору 99,9 процентов психодел начинается ребята когда вот так вот шифтует у меня прям глаза вытекают и так кто еще едет лттб решает просветить перекатку юдсу 130 пм и ису решают занять а линию наверное на поддержку так едет стандарт пилот и сома интересно кто прийти дают пока что только в за 120 просветился и вот девяностик шкода проезжает одну тычку шкода ему дает он также дает тычку девяностику и стэшки не решаются заехать дает еще одну тычку с катком девяностику и еще одну тоже аннигилирует кстати девяностик лттбшку не его и это ну конечно же плюс у девяносика со 270 хп вазик решает прокатить прокатывает и его поджигают скорее всего умрет поджога но это не точно нет осталось несколько хп а здесь 430 на 430 не смотрит а вот девяностик плохо засейвился получает две тычки кстати последняя по моему залетела на прицеле очень странно хотя это серверный прицел и в принципе всякое бывает и так четыреста тридцатому дают одну тыку одна не заходит данины бои приходится обычно комментировать очень динамично потому что все время какая-то хрень происходит выставляется на 430 сейчас 430 на него вообще не смотрит и так первая вторая тычка отправляет в ангар девяностик кстати весьма и весьма неплохой лт мне он нравился это я точно помню и кстати проще вот жопой действительно подкатывать потому что такое слегка заднее расположение башни у него и довольно неудобно подъезжать передом жопой надо подъезжать меньше нежели передом пытается выцелить борща но больше уже спрятался попадается с 5 и получить сейчас две тачки нет 1 . с 5 1 . защитнику странно что он до этого не скипнул барабан наверное из-за того что увидел борща потому что я бы скипнула сейчас 2000 дамага счет 44 принципе равный но просадка по хп и больше кстати зацелил этот кустик и активно сюда смотрел шотный господи не смогла слово выгорит защитник шотной борщик там же отсвечивается сводится на фуку дает одну тычку зашла отдает другой но тут уже больше светится третью пока что не может выцелить хотя пытается там тем временем читуха но почту и не заходит пола камень . горку счет 55 ну перевес уже совсем небольшой вот принципе никакого особого перевеса в команду ту или иную в сторону той или иной команды в принципе нет тт борется в ущелье т-69 лезет по центру гору никто не пушит все стабильно и никакой динамики пока что мы не видим все действия крутятся здесь в ущелье скорее где умирают как раз таки наши тт и начинают противники продавливать направлении очень странно кстати что до этого плохо выцеливался в за он там наглел каен маушин и су из 3 или т-69 на том фланге на этом остается шотный шкода скорпион да и читуха с борщом но бар борщ сидит на центре принципе так вазик за горкой его пока что не выцелить а вот каенчик простреле но трупом перекрывается защитника сейчас вряд ли получится так дать нужно ждать пока будет это выкатывать а тем временем кстати скорпион же решил что надо проехать но не успевает не успевает его в принципе забрать и подкатывает тоже читуха но они скорее смотрят на пилоты я так думаю скорптом ждет чтобы на реакции дать хотя нет уехал я почему-то именно так и думала читуха промахивается и за это она получит фуги баран ой как красиво 58 хп осталось и 20 секунд перезарядки а тем временем уже там на нашу базу приближается каен т-69 но их встречают сушки в принципе другие потешки так что волноваться за базу сейчас точно не стоит счет более-менее равный ничего супер интересного пока что не происходит никто не светится никто не прострели никто не пушит вон юрец и чифловой черт знает где наш катается не за борща наверное решил покушать скорпион на этот раз удается его подловить не получилось у скорпиона направление пропушить за счет убийства пилота и убивает читуху на выезде поспешил чтобы наверное пилот не забрал в принципе себе фражек чтобы дать еще какую-то домашку скипнул барабан да я просто как-то не обратил внимание кстати не заметила надо пересмотреть напишите в комментарии на фукул где да не играет или все-таки есть обычные подкалиберы барабан кстати зарядился и разряжает его по т-69 3 из 4 зашло и сейчас еще четвертую я так думаю садит вазика свелся до воин кстати 6 фрагов и 4830 урона хороший урон для лт но этот девяностик довольно мощный лт на самом деле на своем уровне имеет четыре снаряда в барабане и довольно неплохо как по мне попадает играется принципе хорошо одна секунда перезарядки и сможет пофармить и су и су на катке две тычки дал остается борщ и т-69 скипает барабан чтобы можно было забрать борща и решает что уже пора таки за ним ехать хотя на самом деле юдос особо то и не чешется интересно больше на той же позиции весь бой сидит или все-таки умудрился куда-то перекатиться т-69 пытается открывать базу там пилот сушка контрят ну-ка ну-ка посмотрим момент истины перекатил очень недалеко правда перекатил осталось кстати 197 кп но благодаря тому что он имеет барабан естественно он успеет забрать борщика и остается одна тычка медаль рэдли волтерса кстати за 8 фрагов и бой победный как по итогу настроена 5895 дамага так по факту 6158 потому что был еще бландик это мастер рэдли волтерс основной калибру ну и воин конечно же как по мне довольно хороший бой на лт хотя вот на самом деле на тундре лт играется очень однообразно и естественно в основном это гора кто первый на горку залетел кто первой горку занял тот простреливать принципе все направления кроме что разве ущелья и можно с горы и дефать базу и атаковать принципе было много довольно таких мощных танков которых можно было сожрать на мой взгляд хороший бой классическая лт тащила вода не все как вы любите спасибо большое за то что посмотрели триплеи вместе со мной не забывайте присылать свои реплеи чеки но с вами была алена до новых встреч пока что ваши лайки дефектно что дефектно дефектно